итак вот он вид на дорогу к новому то есть к старому чем его вечно порывается назвать новому непонятно терминалов именно пассажирскому и вот тоже плюс что портовых городов вот опять видно стоит круизный кораблик но он привез очередных пупсиков которые будут бегать по клайпиде то есть туристы поставляются это достаточно неплохая штука потому что заходит туристический корабль из него выгружается сразу большое количество человека так как у них времени мало то они бегают в основном по центру ну и оставляют свою денежку севернси сплендер севернси сплендер вот так зовется этот корабль вчера есть один да вот такая пограничная погода вот я думаю я иду майки то жарко то как бы хотелось бы надеть до кофточку а вот так как да тут очень забавная продавщица в ларке с милокшейками она постоянно торчит в телефоне вчера мы шли во время служили клиента вчера мы шли она торчала в телефоне сегодня она торчит да она даже не смотрит на клиента все время услышать в этом то есть она вчера дочка попросила милкшеки милкшеки сидела изучала телефон причем с кем-то там общалась через наушники да ну выглядит достаточно странно но как видите туристы есть на той стороне тоже какая-то экскурсия движуха ходят да это портовые сооружения тоже очень хорошо листа реставрирован ну ладно один из них отель но все равно дальше вот на что она больше но а ну опять же правильно чё переклик то что клапида это бывший немецкий город нами до агданьск бывший немецкий город дон цик портовый и вот поэтому у них больше общего потому что все-таки рига и таллинн ну а наталья там осталось больше средневекового пострадал он сильно во время войны лепая венцвиллз они все-таки немецкими были только в начале потом они переходили из рук в руки туда-сюда клапида и гданьск очень долго были немецкими городами соответственно мемелями дански и вот это вот и более позже как я понимаю вот это вот более поздняя архитектура который у нас вот собственно говоря нету а вот тут она присутствует и кстати ее нету по-моему и вильнюсе я ничего похожего не видел то есть старый город клапида у нас а то временные похожи одновременно не похож вот рыбку продают нептуна же как я понимаю это рыба нептуна вот наверно сам не пудры буду ловил ну даст того что то другой об этом не говорилось вот мне кажется вчера стоял другой круизный корабль здесь не уверена уходил до 1 но мне мне кажется что вчера я видел вот как раз с этим желтый желтый значок на нем был вот а у этого нету желтого значка так как вчера было не лучший день моей жизни я ошибся адресом парома то я на такие мелочи не обращал внимание ну вот мы на пороге паром стоит 1 евро 30 центов ехать на том пароме фиг да ни фига а сколько там урожка жарит 3 евре к все или или 3 евре к все или 3 евре к шарик на 4 дали да вот ехать совсем ничего вот видно опять часть клапецкого порта порт достаточно здоровый большой опять кормили всего города и паромчик ждет пока наберем наберется народ я не знаю если у него какой-то график отхода можете есть конечно не знаю но отъехать то на пароме всего ничего его там уже вот вдалеке белая это я еще по памяти помню белая штука которая видна это океанариум и вот с той стороны вот мне просто интересно посмотреть изменилась ли что-то сейчас я даже вам точную дату скажу когда последний раз я был в клайпиде ну как бы в клайпиде я был вот где-то в этой части я кинул машину вот это конечно высотки тогда помощь сто процентов на это не было плохо помним эти фланги приезжали и на паромчики мы переправлялись к музею вот и тогда там были на той стороне можно было на каретах кататься такой аттракцион путь достаточно большой длинный то можно было кататься на каретках вот мне интересно просто за 20 лет эти каретки пропахи из меня силе аста нет потому что так достаточно смешно было что на каретах я хочу ну где кареты и где вот этот музей океанариум и музей мореходство на кофе но сейчас посмотрим собственно говоря такая вот движуха тут перед две палубы верхняя нижняя но как вы видите сейчас во-первых погода не особо хорошая во вторых народу не особо много можно сверху можно снизу мы выбрали сверху чтобы смотреть едет дай бог нас 30 процентов от всего возможного заполнения парома и как минимум одна утка переправляется зачем-то на пароме на тот берег не знаю брали ли деньги сутки или нет но вот утка едет никто не возражал может быть ей разрешено без билетника ехать вот посмотрим как изменился за 20 лет антураж здесь но так по скажем сколько я но опять же это тяжело я был в октябре уже было листва много где сброшено и было сера сырой поэтому у меня осталось очень такое воспоминание депрессивная от этого места но сейчас сколько я вижу что я вижу домики отремонтированы вот опять какая-то движуха идет на берегу что-то чиниться что-то делается и это опять что вторая часть той же самой курской косы на которой мы были уже до этого вчера только одна часть где нам от машины паром приходит это более такая да для длительного отдыха дачная скажем так а это такая более туристическая приехали погуляли поехали обратно в клайп ну собственно говоря чем судьбе нравится заниматься и мы а тут как я понимаю укрепляют набережную но это очень хорошо и правильно потому что как я говорил клайп это шикарнейший туристический потенциал но 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 надо немножко еще подшаманить все это дело вот мы выгрузились с парома и придем в сторону морского музея и дельфинария вот опять подтверждение того что вода чистое что лебеди лебеди есть и вот что очередное подтверждение что мы видели в энспас и видим их клайпиде если по уму делать и относиться к порту что контролировать да да я даже так скажу контролировать работу порта то наличие крупного второго торгового порта абсолютно не является причаев препятствием тому что рядом находится чистая вода в которой плавают лебеди потому что о карета ну ничего за 20 лет не изменилось я уж думал но вот она идет я уж думал сказать что только все что в принципе тут как время застыло только подреставрировали домики они тоже здесь были два километра идти кстати от парома поэтому здесь есть уехал такой маленький электрический паровозик я думал что карету поменял паровозик но нет не поменялась карета есть и вот точно такие же беленькие каретки здесь были 20 лет тому назад на них можно было кататься не лея спасибо можно было кататься вот и вот слышали что нам предложили прокатиться на лошадке то есть ничего не менять вот этот момент застыл и даже вот судя по той набережной по которой мы идем может быть ну ладно вряд ли она 20 лет тут не ничего не не происходило но тоже не сильно коснулись и изменения да так или все-таки на каждом шагу клайп клайпе дубы вложить немножко больше денег было бы вообще жемчужина а так чувствуется все-таки вот эти вот моменты пошарпанности их вот очень мило очень классно но сейчас уже вот скажем современное время народ все-таки привыкает к тому что в местах отдыха где люди приезжают тратить деньги должно быть все очень на высшем уровне потому что конкуренция на самом деле огромная и вот как мы уже проехались по прибалтийскому курорту на самом деле четверых мы побывали и вот есть еще пятый юрмала который тоже пошарпан но обладает вообще дичайшим потенциалом и вот то есть вот за вот того курить туриста который выбирает направление вот эти северных северные курорты балтийского моря а в принципе это жители литвы жители латвии ну эстонцы я знаю в латвию по крайней мере много едет даже в литве я пару машин видел с эстонским номерами ладно это более остаточное явление латышских много номеров здесь немцы поляки и шведы финны которые едут через море то есть вот надо как конкурировать с другими и бороться и я искренне надеюсь что скоро и вот этот променад в клапиде будет сделан такой же как мы видели вот в ниде там действительно реально что мнение что йодка сделано шикарно если бы здесь еще было бы такое да прямо напротив города потом город через проливчик буквально на паром чеки три минуты езды ну и вот порт достаточно живой вот что-то куда-то едет постоянно что-то куда-то движется вон какие-то дрова везут ну что ж продолжим движение вперед океанариуме морского музея посмотрим как изменилось став вот тоже интересно я надеюсь там изменилось больше чем набережных так мы приближаемся первая часть экспозиции под открытым не вам так сказать это кораблики кораблик дубин гай там далеки уже океанариум что тоже вот интересно сюда можно ну теоретически можно попасть сюда на машине это надо ехать до той стороны где мы переправлялись на машине до новой паромной переправы потом сюда можно за заехать и позади запомните парковка на вот этой части косы платная на той бесплатная здесь бесплатно что тут у нас есть это графическая ферма администрация касса аквариум дельфинариум и значит центре фабилитации ну ладно посмотрим а вот это у нас да то можно подыматься думаю что может хотят денег каких-то можете нет да вот это рыболовецкий траулер дожди или или бесплатно туда заползать exhibition экспозиции даже не на полезен рыболовецкий траулер нужно или пойдем туда вот кстати кораблик с очень таким воодушевляющим назад что и лгс рейси до длинный рейс не поскольку работы на эту есть экспозиция вот но я другое вот такой калаш я думаю что можно в народ шастает да то что это же никто не отбраняет просто народа нет только такому не вы можете идти по тропинке а вот это это древний марин марин это старые рыбацкие лодки вот особенно мне нравится старых старая рыбацкая лодка с названием колыма то есть вот если кому нравится тема мореходство или рыболовство то тут тоже есть для вас вот на лодку колыма конечно забраться нельзя можно забраться только вот на тот кораблик и даже походить по рыболовецкому траулеров внутри но мы туда не пойдем потому что во первых не так-то много времени во вторых я честно говоря я бывал на рыболовецких траулеров и даже на более крупных кораблях вот совсем маленький совсем маленький рыболовецкий нет это бой наверное я думаю что это будь но мина похоже на это я думаю что то будь какой то что вот это тоже будет плавучий вот он плавает и большой он он частично погружается и в воду и частично над водой торчит вот остальные различные части до кораблей на это экспозиция всего что связано смотрю якорь давненько мы не видели якорей прямо с самого венспелса а и вот на этот на эту лодку залезать нельзя не громите лодки вот какие-то лопасти от лодок на такая маленькая экспозиция что это у нас такое а вот что это значит это вот лодочка которая вот была типовая для рыболовства в данных местах мы чем она настолько вот не отличается дат то тоже рыболовец к посмотрим что то вот мы кстати уже подход эти но они вот где-то здесь крутились на небольшом нет они могут уходить и дальше да то есть им никто не запрещает но эти черевато свое время они вот на таких а вот это наверное совсем постарше будет это еще какая-то в принципе скажем технологии это не изменилось да поскольку это парусная вещь и накрыли наверное это да да это корнус болт это лодка корнус вот 10 метров длину 333 3 идея 10 метров высотой он у него есть соответственно этот ну да вот она обычная лодка сюда можно заменить так как не рост позволяет обычная рыболовная ловецкая лодка но конечно вот 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 как пока в ходу были вот такие лодки вот в основном и было был смысл ставить памятники тем кого забрала моря потому что достаточно и было много но ты писаешь вот шторм вот как вот мы первым спелс легкий шторм видели и вот на таком кататься это что же подводная лифианика подводная лодка по воде news субмарин до подводная лодка лифианика один для интереса какую-то лифианику один народ запихивался лежа сидя вот такая вот подводная лодка а сидя он мужик весь сидит двое двое два кукола и вот они сидят там катались но я даже не знаю на чем я в лучше поехал бы на той лодке которая стояла да 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 как говорится будет являя являя равняться количество всплытий количество погружений на вот скажем тут экспозиция еще делается а вот это добавилось за последние 20 лет вот добавилось вот такое транспортное средство к тому что раньше курсировала по косе вот едет маленький паровозик вот он катится вот на нем можно прокатиться на два километра идти если вы не любите бегать то можно прокатиться сколько на евро по-моему просил но что-то короче недорого и вот такая вот маленькая экспозиция маленькая рыбацкая избушка точнее даже наверное дом какой-то рыбацкий в миниатюре и вот видны вот эти вот флюгера который как которых я говорил основы социальной сети которые показывали чем можно выпендриваться каждому рыбаку и какую какую ступень социальной иерархии он за не занимает но мы продолжаем движение в сторону дельфинария но вот мы добрались до очередного туристического аттракциона это дельфинариум в клайпеде я здесь кстати был два раза вот но не помню и нет и не изменилось ребенка и по крайней мере где он тоже гораздо более цивильно на дельфинчике плавают вот они уже даже приспели представлением дельфина вы выпущены они вот радуются на этом и больше для ребенка сделали просто скажем тоже что плюс клайпеде дети с развлечения и для старых и мало кто если детям не сам не всегда совсем нравится гулять и смотреть на достопримечательности то вот к примеру мертвая дюна хорошо зашла и вот сейчас дельфинария думаю юльке тоже понравится правда по лицу сложно сказать ей нравится или нет сосредоточено такое впечатление что ребенка на расстрел притащили не улыбается пытаются не улыбаться но улыбаются но это избежание ненужных конфликтов с ютубом когда началось представление пришлось убрать звук потому что играет музыка это будет автоматически нарушение авторских прав что могу сказать очень такое интересное представление хорошее об этом будет отдельный ролик тут уже я снимал вторую часть где выступали дрессировщики с морскими львами на первая часть была с дельфинами ну собственно говоря то что вы увидите большинстве дельфинариев мира да то есть кое-где конечно нету там кое-где вот косатки белухи есть здесь нет здесь достаточно стандартно дельфины и морские львы но хорошо современненько на таком нормальном уровне что хорошо сделано интерактивно сделано и можно а если вы не владеете литовским есть вот на этом экране есть когда что-то говорится есть дублирование на английском и на русском языке то есть вы можете усваивать и читать всю информацию и не особо много но периодически поступает информация про животных которые участвуют в данном мероприятии какие-то сведения и другие и другие факты стоит данное удовольствие у нас на троих обошлось чтобы не собрать по 34 евро то есть около десятки с человека но я считаю что она свои она свои деньги вполне окупает а вот морской музейки куда мы пошли потом он тоже стоил что-то приблизительно к этому мы вместе отдали я вот сожалению не помню сколько как разбивка у нас получился 60 с чем-то евро тоже в районе десятки получился может быть чуть меньше но он я считаю что своих денег не окупает если только вы небольшой фанат моря и еще из одного один такой плюс клапецкого дельфинария я могу упомянуть то что вот как вы сейчас видите вот морской лев находится прямо рядышком со зрителями то есть даже с верхних рядов до животных не так далеко и все представление и все происходит прямо практически чуть ли не вот в прямом контакте да то есть вот видя люди даже специально подвигаются с первых рядов потому что есть некоторые номера которые построены на том что животные брызгаются по зрителям причем видно что дрессировщики специально на это дело и стимулирует но в этом я говорю в этом есть кайф больше вот вот как раз вот он провел вот один такой опыт морской лев но в этом есть и свои плюсы потому что все больше и больше и сильнее чувство вовлеченности в само происходящее то есть когда зал большой эти животные далеко вы совсем другой стороне и как бы получается что животные отдельно а вы отдельно а тут вот он прямо рядом с вами причем мы не находимся на первом ряду мы находимся на четвертом или на пятом ряду всего наверное ну максимум рядов 15 и при этом очень хорошо можно все наблюдать и все видно и вот даже вот видите вот дальняя вот где девушка дрессировщик кормит как я понимаю это мальчик морской лев но тоже находится достаточно близко не знаю это нам так ну повезло или обычно так но зал представления был не переполнено то есть может даже учитывая что места на билетах есть но в принципе можно было выбрать любое место я видел что люди посмелее которые были они пересаживались даже на более близкие места к воде то есть самому представлению так что если вас не пугает перспектива быть обрызганным вы можете садиться даже ближе вот как раз вот когда они тут прыжки совершают животные ну что я могу сказать что дельфинарии в клайпеде однозначно рекомендуют для посещения особенно если вы путешествуете с детьми то это но однозначно интересно и это именно будет то что интересно детям да то есть им возможно не интересна старинная архитектура и другие достопримечательности но вот на дельфинарии их определенно и однозначно заинтересует представление длится около получаса вот закачивается такой вот эпической штукой морские львы машут вам нагрю но если кого более заинтересовало это то можете посмотреть полный ролик у нас мы добрались до аквариума вот пингвины пингвины наверное везде в любой точке мира занимаются тем объеме задом что это не что королевские помнишь как это я юрька помнишь вене в зоопарке было очень классно видно когда королевский стояли спиной а обычный ст а может они королевский милковатые вот такой вот дворик это аквариум и морского музея то есть соответственно есть все что необходимо для все что связано с тематикой море и в обитателей и как всегда погода за пучца что шоу шоу океанариум и потом еще полчаса ожидания она опять уже осмотрелся поменяться уже пошел дождь и сейчас опять раз погаживаются в общем и целом прелестная наша прибалтийская погода вот такой дворик ложечки лодочки ну вот что интересного в этом океанариуме аквариуме точнее кладбище да да конечно были гораздо лучше но он и на не притянуть наверно крупнейший но вот тоннель с осетрами это конечно прикольно это осетры вот видите вот сейчас там два нет выплывает осетр осетры еще какие-то белуга осетр вот та наверное это белуга это осетр меня особо хорошо в них разбираюсь но так прикольно вот как посетить как дополнение да стоит в принципе варю не особо большой да вот рашен стар старт старте русские осетр вот как раз и вот вот можно пройтись по тоннельчику где плавают осетрами интересную маленькая но очень такая приятная экспозиция в аквариуме товарищ сирони вот видно что есть тюлени в океанаре наружная экспозиция с той стороны морской музей экспозиции его скажу так что если конечно вы увлекаетесь морем ну и тогда вам будет интересно и без этого так можно заглянуть на полу газика и логично что поскольку это ориентировано в литве большинство информации на литовском но вот я хотел бы чтоб какой негодяй тут мне что-то сказал то что никогда не слышу какие звуки издают тюлени я просто был удивлен когда они издали звуки давай отойдем можно не сделать специально когда мы отходим такая тут бассейнчик пустой они вот в тюлени смотри-ка храпят белый наверно мелкий на дружы как храпят я думаю что кстати может быть вот те мелкие это те которые не знаю да те мелкие я думаю это тех которых подбирают в море которых выкидывают они здесь дозревают и потом их пускать пойдем посмотрим что там хорошего у нас сейчас перед весь но так вот тоже очень игры интересное место особенно если вы с детьми то это действительно классно ну один дельфинари чего стоит ну и океанариум как поскольку уже здесь о слышали звук вот этот тюлени такие звуки издают мы идем туда вот посмотрим что еще есть на направил любую в любую сторону в какую мы не идем мы идем при а правильно у нас важны кто-то тут когда нищие да я не достать много я говорю сто процентов это тюлени которые мелкие выбились отбились вот их здесь от перестаивают и потом выпускает воду так посмотрим что там у нас там у нас сверху морские катастрофы в литве до ход но пойдем наверх залезем посмотрим что там но ты морской лев время как его собрать и тренируют трудятся а там еще один стали или нет он один тут то время как его собрать и трудятся для того чтобы развлекать по члену публику этот тут развалился и дрыхнет просто просто бессовестно дрыхнет даже в отличие от тюлени не храпит нет он глаз открыл ну давай изобразить максимум да все были поактивнее обед у меня не мешать далеко ну и вот сверху морского музея есть такая вот прогулочная площадочка можно прогуляться посмотреть вот там находится балтийское море туда можно будет сбегать глянуть что к чему благо недалеко я вижу там уже песочек можно дойти посмотреть то есть коса вот она действительно не широкая вот белый купол дельфина ему которые вы видите это один берег и вот там другой берег насколько тут затрудняется тюлени опять орут что ты мне имется что-то они кричат на чем-то ну нам еще спуститься надо и туда вылезти и вот у нас клайк в кадре две клайпинских высотки которые стоят рядом с вами центром и хорошо видны и вот с центра могут видно что просто они значит два высоких дома такой вот оригинальной формы но сам замысел сама фишка незаметно с того берега заметно только с этого и вот если посмотреть они как пазл то есть если их состоится одно в другое то получится квадрат вот так вот интересно еще наблюдение осетки то чем я говорю что в клайпиде вот это вот все что последнее реновированные сделано она достаточно хорошо и грамотно продуманной вот тут такой вот пазлик то есть вот получается один цельный нормальный дом который по идее архитектора разделен на два кусочка пазла вот тоже вот одно очень интересное решение вот рядом с тем променадом от которого я восхищался и вот такое вот интересное решение видеть своя фишка да классно реально реально классно а вот опять же наши два домика вот действительно классного идея этот пространственное все прочее что вот если смотреть на них с этого ракурса то домики уже практически как бы смыкаются я думаю что если покрутиться может быть чуть ли не ракурс будет что они замкнувшиеся такая вот очень у них интересная идея в это архитектурные доминанты вот если это если смотреть со стороны получается где прибытие парома твои и такое писем что вот эти вот которые балкончики торчат они как перемычки даже получается между так вообще что два дома соединены в один нет цены классные до 1 более выпуклая ну интересно такая очень да на самом деле они на хорошем расстоянии стоят но это за оптический обман такой интересный